Всем привет! Меня зовут Юля и добро пожаловать ко мне на канал. А сегодня у нас с вами пустые баночки. И вот у нас с вами будет сколько здесь всего. И для тех, кто вообще не в курсе, что такое рубрика пустые баночки, объясняю. Первое впечатление достаточно часто бывает обманчивым, потом мы используем средство дальше, и мнение у нас меняется. А то, что у нас средство какое-то закончилось полностью, означает то, что мы его тестировали, пробовали, использовали достаточно длительный период, то есть не один день, не два дня, а мы долго с ним пытались подружиться. И, собственно, это означает то, что мы прошли через первое, через второе, через третье, четвертое, пятое, штое, седьмое, в общем, через кучу мнений мы прошли и сложили какое-то в итоге стопроцентное финальное мнение о том, работает средство или нет. А также, напоминаю, что у нас кожа обновляется примерно раз в 28 дней, а это значит то, что если мы поговорим о уходовых средствах за кожей, то недостаточно его один раз на себя намазать и сказать то, что да, оно работает или нет, фигня, оно не работает, недостаточно даже недели его помазать или два. Понимаете, у нас должна кожа полностью обновиться, и только тогда мы можем говорить уже о каком-то, ну, реальном результате, действует оно или нет. В общем, поэтому у нас есть рубрика «Пустые баночки», где блогеры показывают свои пустые банки, которые не закончились, и рассказывают о средствах и их финальных предиктах. Так что, если тебе интересно, то продолжай смотреть, а мы поехали! Итак, из декоративных средств у меня закончилось меньше всего вещей, поэтому давайте, собственно, с декоративки и начнём. Первое, что у меня закончилось, это карандаш от NYX Micro Brow Pencil в оттенке Tau. С одной стороны у него был карандаш, с другой стороны здесь щёточка, и карандаш просто обалденный, этот оттенок подойдёт практически любой девушке, и светлые волосы, и тёмные волосы, и такого непонятного цвета, как у меня. Карандаш очень тоненький, то есть им легко рисовать какие-то волоски отдельные, им также можно заполнять просто полностью форму, и он мягкий, в общем, он просто отличный. Но его я больше не куплю, просто по той причине, что он стоит 1000 рублей, а сейчас есть похожие карандаши на него, которые действуют точно так же, точно так же они классных оттенков, точно так же они очень тоненькие, мягкие, приятные. Это как вот, я уже показывала в одном из своих предыдущих видео, это карандаш от Vivienne Sabo и карандаш от Catrice. В общем, они отлично и стоят раз в пять, наверное, дешевле. Поэтому NYX, извините, вы со своей ценовой политикой идёте нафиг. Дальше у меня закончился гель для бровей от Maybelline Brow Precise Fiber Filler в оттенке Medium Brown. У меня есть ещё один такой гель в другом оттенке, он ещё не закончился. В общем, это отличные гели. У них щёточки-тараканчики с фиброй и, блин, ну реально отличный гель. То есть он и подкрашивает, и подкрашивает и кожу, и волоски. Вообще я говорю про то, что подкрашивает кожу, именно потому, что у меня брови ужасные, проблемные, и кое-где они плеширенькие, и мне надо, собственно, это дело всё закрашивать, чтобы бровь была хоть чуть-чуть похожа на приличную. В общем, это средство отличное как само по себе, то есть без карандаша, без помадки. Просто нанесли этот гель, и всё, и у вас нормальные брови. Также это средство отличное для того, чтобы сделать финальный вердикт, то есть когда вы уже сделали себе брови, и вам надо их просто в нужном месте зачесать, поставить на место, скажем так, уложить, и чуть-чуть закрепить цветом. Это тоже отлично подойдёт. Главное не наносить его километровым слоем, иначе у вас ссыкует очень плохо. А если нанести один-два слоя, то всё окей. В общем, буду определённо покупать ещё. Дальше закончились уже в который раз у меня жидкие тени от NYX Lid Lingerie. У меня сейчас закончились два оттенка. Это Rose Pearl и Nude To Me. Rose Pearl более такой розовато-бежевый. Он, знаете, он сливается прямо с вашим тоном кожи, он делает глаза более отдохнувшими, но при этом у вас на глазах есть какая-то блестяшка, которую, в общем-то, не видно так, будто бы вы накрасились. То есть это отличный ежедневный вариант. Вариант в школу, в институт, ещё куда-то. И при этом, чтобы долго не краситься и выглядеть, собственно, более-менее натурально, потому что, ну, его действительно незаметно практически на глазах, но он взгляд действительно меняет. И другой оттенок, Nude To Me. Его можно также наносить в виде одного конкретного оттенка, просто на весь глазик и тушевать, и будет выглядеть, в принципе, прикольно. Либо же можно носить просто как золотую блестяшечку поверх какого-то другого макияжа. Ну, в общем, что угодно можно с ним делать. У нас тоже отличный оттенок, и определённо буду покупать эти жидкие тени ещё и в других оттенках, и в этих же оттенках. В общем, во всевозможных оттенках буду их скупать, потому что они просто нереально классные. Так, на этом декоративка у меня закончилась. Пойдём, пойдём, пойдём дальше по всем остальным средствам. Итак, у меня закончились два тоника. Первый тоник у меня закончился, этот тоник от чистой линии, лосьон-тоник с васильком. Ой, тут трудно будет говорить, потому что это, ну, просто самый ужасный тоник из тех, которые я пробовала. Я вот серьёзно пожалела, что я купила его. Во-первых, он почему-то любые ватные диски от любых разных фирм, смоченные этим тоником, оказываются как наждачная бумага. Они вот все начинают почему-то царапать кожу, и это просто ужасно. Но, если не обращать даже на это внимание, то это средство образует плёнку на лице. Я вот серьёзно, я его нанесла, и потом я хожу, проходит буквально 5 минут, и я ощущаю, как у меня просто закупорены все поры, что у меня какая-то плёнка, и то, что у меня кожа действительно не дышит, она быстро начинает покрываться жирным блеском, и, ну, в общем, это просто ужасное чувство, и у меня такого не было ни с одним другим тоником. Вообще, мне обычно все тоники нравятся, но вот этот, это просто кошмар. К тому же, у него ещё состав не очень хороший, у него на втором месте стоит масло, а масло в тониках, тем более, касторовое очень сильно забивает поры. В общем, просто не берите абсолютно ужасный тоник, не смотрите на него даже, просто не смотрите. И второй тоник у меня закончился, я, к сожалению, выбросила его упаковку, поэтому вставлю куда-то сюда. Это тоник от Ифраше, Хидравич Идаль, и это, наоборот, это антипод вот этому тонику, это обалденный тоник! Это просто великолепный тоник, он охрененно увлажняет кожу! Вот, серьёзно, я такого не чувствовала ни от одного другого тоника. То есть, я наношу, и кожа у меня как будто бы начинает сразу дышать, она очень увлажнённая, у меня кожа прямо-таки после него говорит «Спасибо, Юля, спасибо!» В общем, все, кто хочет себе классный тоник, вы знаете, что вам брать от Ифраше, Кидравич Идаль. Дальше у меня закончилось гидрофильное масло от The Face Shop, это именно масло, то есть, обычно у нас гидрофильное масло, ну, по крайней мере, те, которые я покупаю с Айфер, выглядят в виде какого-то такого бальзама, щербета, такие как Баниленко или Хеймеш, а вот это именно масло, оно здесь было жидкое, вы его выдавливаете, оно у вас вот так вот вылетает, вы его ловите, начинаете всё это дело размазывать по лицу. В общем, очень весёлое это занятие, но на самом деле это гидрофильное масло хорошо справляется со своей задачей, то есть, оно смывает хорошо макияж, оно его растворяет, и все свои заявленные функции выполняет. И ещё оно отлично подойдёт именно для сухой кожи, то есть, если Ваниленко и Хеймеш больше для другой кожи, то есть, для жирной, для комбинированной, для нормальной, вот это больше понравится обладательницам сухой кожи, потому что оно гораздо более маслянистое. Так, дальше у меня закончились две умывалки, одна от Урьяш, вот так вот она выглядит, это у меня travel формат, и называется он обогащённый дерматологический гель. И это обалденная умывалка, от неё у меня не было жирного плеска, от неё не было раздражения кожи, и вообще она, вот знаете, она отлично именно умывала вашу кожу, очищала, и я не чувствовала ни покраснений не было, ни какой-то стянутости, то есть, она настолько комфортно очищает кожу, что она подойдёт даже суперчувствительной коже. То есть, вы от этого средства не будете чувствовать абсолютно никакого дискомфорта. Она просто, ну, максимально комфортная умывалка, которую я только на себе пробовала. В общем, отличная вещь, я её определённо буду ещё пробовать, ещё покупать, потому что это просто спасение и для проблемной кожи, которой надо максимально не травмировать кожу, и для чувствительной кожи, которая просто вот на всё раздражается, и для любых других типов кожи. Единственное, что только возможно, опять-таки, сухая кожа будет чем-то недовольна, но сухая кожа, извините, всегда чем-то недовольна. И вторая умывалка, это умывалка от Biore, это пенка, очищающая мусс для умывания против акне. Она неплохая, то есть, она действительно очищает кожу очень так бережно, скажем так, не вызывает никаких раздражений, но не сказала бы, что у меня от неё уходили акне, вот вообще нифига они не уходили, и к тому же после этого средства у меня кожа жернилась гораздо сильнее, чем обычно. Вот такое действие, я за ней заметила. В общем, она неплохая, но я не стала её фанатом, и повторять её определённо не буду, потому что, ну, не сложилось у меня с ней просто любви какой-то. Так, продолжая тему умывания, я ещё покажу вам мицеллярную воду от Nivea для сухой и чувствительной кожи. У меня есть вот версия, собственно, вот эта, которая закончилась для сухой и чувствительной кожи, есть также для нормальной и комбинированной, и, ну, со своей задачей она справляется. Она действительно очищает макияж, очищает неплохо, очищает и обычный, и водостойкий, и нареканий в этом плане нет. Однако, версия для нормальной комбинированной кожи мне понравилась всё-таки чуть-чуть побольше, просто-напросто потому, что она как-то, по-моему, быстрее чуть-чуть, ну, очищает. То есть, вот этому нужно, ну, на какие-то доли секунды, но всё-таки больше времени, чтобы очистить макияж. И это, ну, не очень хорошо, потому что она более мягкая, а я для своей кожи привыкла использовать что-то чуть-чуть более агрессивное. В общем, средство хорошее, обладательницам сухой и чувствительной кожи наверняка понравится, но для нормальной, комбинированной, для жирной кожи я бы всё-таки советовала именно вот вторую версию. И маска от Kaolin, одна разогревающая, другая, собственно, холодящая, и это как бы дуэт. Повторяйте, я определённую эту покупку не буду, то есть она прикольная, прикольная в том плане, что вот эта разогревающая маска, она действительно разогревающая, вы её наносите на лицо, там есть крупные частички, которые ещё ваше лицо проскрабируют, и эта маска действительно начинает его разогревать, вы чувствуете такое покалывание, жжение, то есть кожа начинает распариваться. Потом вы это дело смываете и наносите вот эту холодящую маску, вторую с ментолом, и после того, что у вас на лице всё жгло, вы наносите именно вот эту вот успокаивающую, холодную ментоловую маску, и это очень клёво, и всё. На этом действие маски заканчивается, то есть мне она поры не сузила, не очистила, никаких других, в общем-то, положительных эффектов тоже к коже мою не привнесла. В общем, прикольно, только вот этот вот эффект и всё. Так что не вижу смысла тратить достаточно большие деньги на эту масочку, в общем, не надо. Только если вы хотите как-то вот побаловаться, разве что. И следующее, что у меня закончилось, это сухой шампунь Батист в версии тропический. Для тех, кто вообще не любит какие-то яркие запахи в косметических средствах, для тех вообще не советую Батист, тем более тропический. Выберите себе лучше либо оригинальную версию, либо же откажитесь от этого бренда и перейдите на другие сухие шампуни, потому что они все имеют достаточно яркую отдушку. Конкретно вот этот вот тропический ничем не отличается от других Батистов, кроме своего запаха. Задачу свою, опять-таки, он выполняет, он отлично абсорбирует жир у вас на голове, и в итоге голова вместо такой не первой свежести выглядит очень даже прилично. Единственное, зараза быстро заканчивается, но, в общем-то, не так уж часто мы ему пользуемся. В общем, классное средство, это просто... Нет, не классное средство, это просто святое средство, без которого я жить не могу, они у меня везде распиханы, дома, на работе, на даче, еще где-то везде, в общем, по одной штучке, в сыночке-то есть, на всякие-всякие случаи. Оно меня спасает всегда, когда я забываю помыть голову, или когда мне лень помыть голову, или когда у меня нет времени, чтобы это делать, или когда мне нужно волосы начесать, или когда мне нужно придать какой-то небольшой прикорневой объём. В общем, для всего этот сухой шампунь сгодится, но как бы отдушка это минус, да. Едем дальше. У меня закончился шампунь от Гарния. Вот так вот он выглядит. В общем, я его покупала ещё в Германии, и это просто офигенный шампунь. Не берите его именно в России, лучше взять где-то в Европе, потому что там другие стандарты качества, и я вообще не верила тому, что эти шампуни будут какими-то там принципиально другими, пока мне не уговорили просто взять один и попробовать. И я взяла один и попробовала, и я обалдела. Я действительно обалдела. Он отлично промывает кожу, вот прям вот идеально её промывает, и мало того, он ещё настолько смягчает волосы, что мне после него совсем не нужен никакой ни бальзам, ни ополаскиватель, ни маска для волос, ничего. То есть я использовала только этот шампунь, и волосы у меня чистые, мягкие и обалденные. И ничего дополнительного покупать, использовать не надо. Это экономия времени, экономия денег, и, в общем, всё классно. И последнее на сегодня это тоже шампунь. Шампунь от L'Appétit Marseillais. Я наверняка неправильно произнесла название. В общем, извините меня, французский не мой конёк вообще. И это шампунь. У него запах вкуса льна и сладкого миндаля. Шампунь мне не понравился. Ну вот честно, он делает волосы очень жёсткими, нельзя сказать, что он их шибко хорошо промывает. В общем, он просто вроде бы прикольненько пах. Ну да, и то так. Знаете, прикольненько в плане не сладко, а именно какими-то травяными запахами льна и пах. Вот. Ну, в общем, ничего конкретного хорошего не сделал этот шампунь, не промыл, не волосы как-то смягчил. И не вызвал никаких просто хороших впечатлений. А на этом всё. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Таким образом, вы помогаете этому каналу развиваться. И вообще, пишите, пишите всё, что угодно, пишите в комментариях. Особенно, если у вас есть какие-то запросы на определённые темы, которые вы хотели бы, чтобы я осветила в своих видео. В общем, всё пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok